Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео про угодничество. Огромная тема. Затрону немножко тему этого угодничества. Она очень сложная. Она не такая простая, на первый взгляд, как может показаться. А угодничество – это когда человек меняет свое, деформирует свое поведение по то, как он воображает лучше общаться с окружающими. То есть здесь важно учитывать тот момент, что угодничество, в принципе, это все время общение, стиль поведения такой, весь построенный на обмане на самом деле. То есть сначала человек весь построенный на каких-то ожиданиях, каких-то догадках. То есть человек себя ведет определенным образом, скрывает свои настоящие эмоции, скрывает свою настоящую мотивацию, скрывает свое настоящее мнение о себе, скрывает свои настоящие желания. И все время их деформирует, кастрирует или вообще видоизменяет до неузнаваемости. То есть угодник часто не замечает этой маски своей. Он настолько с ней сросся, что вот это поведение он воспринимает за собственную хорошесть. И часто девочка такая вот притерна-притерна, слащавая-слащавая в поведении, такая холесия-холесия. А на самом деле от этой холесисти веет, как будто она вот, вот у нее такая холесисть-холесисть, и кажется, что она тебя уже съесть готова. От этой холесисти никому не тепло, никому не спокойно, никому не ясно. И общаешься с человеком, да, типа такая хорошая женщина. Многие, кстати, поощряют общество. В целом такие же угодники, они поощряют такое поведение. Такая хорошая женщина, такая хорошая женщина. Когда общает человек, который более-менее, у которого есть хотя бы подавленное я, но ощущение своего я, он когда общается с такими людьми, у него возникает общение, не возникает общение контакта, да, душевного контакта с этим человеком. То есть человек постоянно в какой-то роли, в какой-то маске. Причем от этой маски избавиться мешает вера в то, что эта маска и есть классное, хорошее, нужное поведение. И такие люди считают себя добрыми, хорошими, эмпатами. Очень любят называть себя эмпатами, да. Но здесь нет эмпатии, потому что отсутствует вообще, в принципе, потребность в правде, отсутствует потребность в честности, отсутствует доверие. Потому что угодник хронически никому не доверяет, включая самого себя, потому что прежде всего угодник предает самого себя. И поэтому угодники часто очень люди тревожные. Причем я здесь так, угодник, угодник, такое слово осужденческое, да, но я прежде всего себя имею в виду. Мне пришлось с этим долго болезненно разбираться. Угодник, да и сейчас, в принципе, есть над чем работать. Угодник считает, угодник, то есть себя предает, из-за этого все время тревожится. Потому что не может вовремя себя защитить. Наступает на горло себе, своей собственной песне. Не знает, как действовать по-другому. И обвешан всякими разными верованиями, паразитическими, да. Угодник, он всегда старается заслужить контакт с другим человеком чем-то хорошим. Не просто тем, что он есть сам собой. Угоднику проще всегда откупиться от человека. То есть чем-то или подкупить, или откупиться. Поэтому угодники очень часто впадают в гнев, ненависть и дикую фрустрацию, да. И при этом они такие считают себя добрыми, добрыми, добрыми. Я так много сделал, я так, потому что счёт пришёл, угодник считает, что ему заплатят, да. Другой человек не хочет платить. Другой человек вообще-то, в принципе, несмотря на то, что мне это болезненно было признать, со своей стороны, да, как угодница, которая там какими-то действиями старалась заслужить какое-то восхищение окружающих, признание, что да, я такая хорошая, окружающие в этой сделке нечестные, слава богу, не участвовали. И поэтому мне пришлось свою бухгалтерию как бы сворачивать вообще-то. Вот. И когда человек верит в то, что вот это вот лживое поведение и вообще жизнью угодника управляют две вещи – это страх и ложь. Страх и ложь. Угодник, как правило, это, естественно, рождается всё в семье. Угодник не может правду сказать о своих настоящих чувствах никому, начиная с себя, конечно же. Это подавленный гнев на родителей. Это подавленные настоящие чувства. Это нежелание признавать реальность. И поэтому не может зачастую поговорить честно ни с кем из родственников, выразить какие-то настоящие чувства. Рождается страх обидеть кого-то, страх быть отвергнутым. И угодник, как правило, хронически есть отвергнутый человек. Просто он не может до конца себе в этом признаться. Что он отвергнутый и только какими-то действиями, например, какой-то помощью, взятками, какими-то подарками или какими-то рассыпающимися любезящими комплиментами или прибеганием по щелчку пальцев. Если это суперугодничество перед родителем, то к родителю. Если это какие-то друзья-подруги, то к друзьям-подругам. Что угодник на самом деле, в принципе, отвергнут этими друзьями-подругами. Они взяли материальные вещи или какие-то эмоциональные услуги, которые угодник раздает. А в настоящую связь с этим угодником они не вступали. Поэтому им легко ее как бы и оборвать. А угодник очень страдает от несбыточности этой сделки. Но зачастую никак не может выйти в свое настоящее «я» и жить из этого настоящего «я». И угодничество зачастую приобретает черты целой маски или какой-то лживой части личности и лживых «я». И этих лживых «я» может быть не одно лживое «я». Может быть, лживое «я» плохой девочки, хорошей девочки, разные маски, мазохиста, еще кого-то. То есть это рождает какой-то целый сон разных масок. Вплоть до того, что человек из чувства угодничества может... Это у многих, кстати, такое. Может как будто бы превращаться в такого потерянного, тупого ребенка. Типа «Ой, вот так делать, да? Ха-ха-ха!» Или в ребенка, который... Ребенок-катастрофа. Типа что-то ранит, все время теряет, тупит. Я наблюдала такие ужасные вещи, когда человеку внушали, что он дурачок, да? И чтобы он не сказал, это совершенно с охранным мозгом человек, даже развитый. И он все время переспрашивает «Я правильно говорю? Да? Я правильно говорю? Да? Я правильно говорю? Да?» И я уже сидела перед ним, я сказала «Ты знаешь, ты можешь доверять вполне своему мозгу. И не нужно меня переспрашивать об этом. Ты не дурачок. Ты высказываешь нормальные, зрелые, интересные мысли. И мне эти мысли помогают, и есть над чем задуматься. Но вот эта вот маска, вот эта вот эта, если честно, я чуть не раз плакалась. Когда я поняла, я думаю, почему мне человек все время переспрашивает? Немножко понаблюдала, да? И такой вот, как бы, такая вот маска. При этом, может быть, маска какого-то неумелого, неспособного человека. Такой маска потеряшки. Например, «Ой, я потерялась в большом городе, помогите мне, помогите мне». Это у меня такая есть вот... Я думаю, почему в некоторых... У меня вот как-то в некоторых городах вообще отключается она. То есть я в Каире давала направление на арабском людям. То есть они меня спрашивают, где-ка улица арабы. И я такая... Рядом со мной стоят арабы, там подружки. Они не знают эту улицу, они не могут объяснить. А я такая... Туда-сюда. Вот там пройдете направо-налево. Шария, Ильник. И так далее, и тому подобное. Но и сейчас у меня возникает такая вот... И тяга какая-то привлечь внимание лишний раз на улицу, что я такая идиотка, что я такая не могу ориентироваться. И когда я вспоминаю это, иногда у меня начинается такая злость. И ты как, господи, ты кого-то обманываешь, да в кого-то играешь, да прекрати это все, прекрати дергать людей, ты знаешь, куда идти. И причем, на самом деле, в моменте я могу реально вот настолько в эту маску верить, что я такая... Что я такая тупая, что мне нужно поплакать и так далее и тому подобное. И опять же, от этих масок, вот этих угодников и так далее и тому подобное проще избавиться, когда вы перестаете считать это чем-то хорошим. Пока вы считаете это поведение замечательным, моральным каким-то, прекрасным, вам сложно убрать это. И у этого поведения, конечно же, много своеобразных выгод. Не надо сталкиваться с реальностью. Возможно, она не очень такая, как хочется человеку внутри про нее думать. Возможно, человеку больно, человек боится столкнуться с болью. Возможно, вы боитесь столкнуться с болью. Вы скажете на самом деле, как вы себя чувствуете. Вы скажете на самом деле какой-нибудь подруге, за которую вы платите все время в ресторане, «Дорогая, пожалуйста, заплати за себя, я не спонсор». И вы боитесь, что подруга испарится и до свидания, да? Есть такая фраза у канадо-американского психолога Джордана Петерсона. «Скажите правду и последствия, что случится после этой правды, какие бы они ни были, это лучшее, что с вами может случиться». И на самом деле мы настолько привыкаем зачастую жить из неправды, из какой-то, потому что одна неправда накручивает на себя другую неправду. Вот так вот. И это какой-то такой клубок, что в определенный момент человек вообще перестаёт понимать, где правда, где ложь, как правильно делать, как неправильно делать, что происходит. И это опять же создаёт ещё виток тревожности, да, для человека виток такой тревожности. Потому что не на что опираться, непонятно. Вот человек уже настолько ложь нагромодил, там навалил кучу, там навалил кучу, там навалил кучу. И теперь не знает, как среди этих куч куда-то продраться в правильное место. И зачастую, чтобы продраться, вот захочешь продраться за один день и не продерёшься, да, не хочу давать негативные установки, вдруг у кого-то получится продраться за один день, у меня не получилось. То есть это как практика, практика наработки новых даже, в принципе, нейронных связей или простройки нейронных связей к своему настоящему «я». Из «я» такого вот угодничества, из «я» вот таких вот каких-то, таких вот странных масок. И в принципе, когда человек, угодничество – это уже симптом того, что человек не живёт всерьёз, не принимает себя всерьёз. То есть у многих угодников ощущение себя в какой-то части, вообще внутри себя человек всегда знает, что он важный, что он имеет значение для себя, для других людей, для Вселенной. У всех есть это чувство настоящее. Но есть ещё и масса других чувств, которые как фильтры могут закрывать это чувство. Чувство собственной важности, чувство собственной мощности, способности, настоящести, присутствия в этом мире. И некоторые люди просто угодничествуют за симптом того, что они не присутствуют. Они как бы как избегают до конца проявиться самостоятельно такие, какие они есть. Потому что есть ещё страх себя. А вот я проявлюсь, и все узнают, какая я недобрая. Какая я недобрая, какая я швабра, грымза и так далее, и тому подобное. Какая я неудобная. Вот. Но, тем не менее, если, когда человек перестаёт угодничать, это не значит, что нужно переходить на спектр какой-то грубости. Кстати, плохое я разыгрываемое. Типа, я плохой мальчик. Мне кажется, у мужчин это чаще. У женщин тоже может быть такое маска неугодницы, а такой негодницы, да? Плохой, там, разбитной девочки. Какой-нибудь богенной алкашки, например. Или что-то ещё такое. Вот какая-то такая вот роль. И залипла. Такая я что-то хотела какую-то мысль важную сказать. И зависла. А ведь и я до сих пор линию смонтировать видео. Как я это всё буду вырезать. Тогда я забыла и забыла, хорошо. Если вспомню, потом в комментариях напишу. Ещё раз скажу, что простраивать ходы, тоннели, или как американцы говорят сейчас, wired. Про нервную систему или про чувство они говорят wired. Он wired таким способом. То есть он подсоединён там внутри таким способом. Вот. Или переделывать вот эти вот wires, как какие-то вот такие вот внутренние какие-то связи. Переделывать внутренние связи можно постепенно, как бы, переходя. Я сделаю определённое ещё видео отдельно по поводу того, как выращивать, проращивать, подсоединяться к своему настоящему я и выходить из этой маски угодника. Причём выход из маски угодника или угодницы, или негодницы бывает болезненным. Почему? Потому что внутреннее я часто начинает пищать. Пищать, кричать, вопить, обвинять, болеть, требовать своего внимания и говорить, как ты могла со мной так поступить, что ты со мной сделала. Что ты со мной сделала, что ты натворила. И здесь важно тоже вот к этим маскам угодники, угодника, маскам негодника любым вот этим проявлениям тоже относиться с эмпатией. Не с тем, что я стеру маску угодника. Нет, это поведение было когда-то выучено для выживания и чем-то обосновано. И, возможно, в каких-то ситуациях может пригодиться. Поэтому все эти маски без какого-то насилия и осуждения, хотя, возможно, и с таким упорным намерением, нужно поблагодарить, что они помогали выживать, существовать. Но в какой-то момент, когда они сильно, несмотря на то, что они помогают выживать, в какой-то момент они помогают и могут не помогать выживать, и настолько задавливают внутреннее я человека, что человеку уже и жить не хочется. Он спрашивает себя или она спрашивает себя, а где я, а что я, а почему мне не приносят там цветы, плоды к ногам, где плоды моего угодничества, где плоды моего самоиздевательства, где плоды моего самонасилия, почему вы мне не подарили корону за это. Вот. И... Да, немножко такое сумбурное видео. И у меня, допустим, я на первых курсах университета рисовала одну и ту же картинку. Эта картинка была такая мордочка, вот такая маска объёмная, тяжёлая такая, я её там всё раскрашивала, чтобы у неё был объём, такая тёмная. И под ней был такой вот человечек, краешек леса высовывался у этого человечка. И... И такие тоненькие, грявые такие ножки торчали из-под этой маски. Мне так нравился этот рисунок, я его повторяла, повторяла, и вот у меня какое-то невротичное такое повторение было. Рисунка этого, я не понимала, чего это за маска, кто под этой маской, зачем я это рисую, я не интересовалась ни театром, ни чем таким. И... Впоследствии, когда я начала уже прорабатывать своё угодничество, этот рисунок у меня так... Буф! В мозгу возник, и я наконец-то поняла, про что этот рисунок. И... Многим могут сниться сны про это, например, вот там, про такие состояния. Так что, надеюсь, это видео было полезно. Если есть вопросы по этому видео или что-то было неясно, помогите мне, пожалуйста, делать видео более ясными. и скажите, есть ли у вас такая маска и планируете ли вы от неё избавляться. Да, и, кстати, спонсор этого выпуска это Лаура. Она мне постоянно шлёт донат к моим видео. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok